Всем огромнейший привет дорогие мои! Сегодня готовлю шаурму по немецки. Первым делом займёмся мясом. В сковороду я добавила примерно 1 столовую ложку подсолнечного масла. Добавляю 1 небольшую луковицу. Я её мелко порубила. 1 зубчик чеснока. Натираю сразу же сковороду к луку. Обжариваю немного. Затем добавляю фарш. Фарш у меня свинина и говядина. То есть, смешный жир 400 грамм. Фарш нам нужно обжарить до готовности. Обжаривала я примерно его минут 10. Затем в конце я добавляю специи. Добавила мексиканской острой приправы. Пол чайной ложечки соли. 1 чайной ложечки молотого перца. И добавила ещё красную копчёную паприку. Примерно также пол чайной ложки. Всё хорошо перемешала. Ещё раз прогрела сковороду с мясом. И добавила сюда небольшую баночку консервированной кукурузы. Ещё раз хорошо перемешала. И вот всё наше мясо готовое. На вкус я попробовала. На соль очень даже вкусно. Займёмся овощами. Айсбек-салат нарезаем соломкой. Перекладываю в отдельную тарелку. Также берём один огурец. Огуречек мы также нарезаем соломкой. Ну, конечно же, можно нарезать любым способом. Можно кубиком. В другую тарелку я перекладываю. Беру я помидорки. Помидорки у меня маленькие. Черри. Также я решила их нарезать соломкой. Видите-ка, всё быстро и красиво получается. А теперь идёт красная паприка. Паприки я взяла по паприке. Добавляю, нарезаю соломкой и добавила также к помидорам. А это у меня сыр моцарелла. Моцарелла, он уже готовый к употреблению. То есть на тёрке-на тёрке. Я добавила примерно в чашку 100 грамм. А это лук-шалот. Он более-менее такой мягкий, не такой острый и горький. Я его тоже нарезала соломкой. Готовим соус. 2 столовые ложки майонеза. 2 столовые ложки сметаны. 1 клякса горчицы. Примерно 1 чайная ложка. Всё хорошо перемешиваем. Ну вот, друзья, соус наш готовый. Осталось мне только переложить в чашку готовое мясо. Всё, друзья. В принципе, у меня всё готовое. Сейчас только осталось включить нашу гривницу. И, конечно же, сделать шаурму. Посмотрите, какая красота. Всё приготовила. Мясо, соус, сыр, помидоры, паприка, свежий огурчик и капуста, айсберг-салат. Здесь у меня майонез, а здесь острый соус, сальса, а это лук. Я буду использовать листики для в РИПС. Они у нас из разной тёмной муки. Так что, дорогие друзья, приступаю. Я беру 1 столовую ложку соуса и хорошо размазываю. Затем добавляю айсберг-салат. Можно взять, наверное, любую капусту. Теперь у меня идёт паприка, помидоры, огурчики, и, конечно же, мясо. Мясо я хочу положить побольше. Лучок и сыр. Конечно, хорошо можно сделать всё по своему вкусу. Вы знаете, первый делаю, делала и забыла положить острый соус. Но я его потом эту шаурму развернула и добавила. В принципе, посмотрите, какая она хорошая у меня получилась. А это я делаю уже второй. И вот так вот хорошо, щедро добавляю. Потом добавила сыр и заворачиваю. Немножко у меня начинка выпала, но ничего страшного. Гриль я уже нагрела и сейчас я шаурму буду подогревать, поджаривать. все, грильница у меня запекала, шаурма готовая. Ну, классно! Вы посмотрите, как она красиво выглядит. сейчас, конечно же, хочется мне ее попробовать. Я ее разрежу и покажу, как она выглядит внутри. Ну, попробовала я, друзья, какая же это вкуснотища! конечно, кушать шаурму нужно руками. Я захотела вам показать и воспользовалась ножом и вилкой. У меня тут все выпало немножко, но все равно я хочу попробовать. Это вкуснотища необыкновенная, хрустящая корочка, а внутри много мяса и овощей. Как же это вкусно, как же это сочно! Потрясающий вкус! Друзья, готовьте с удовольствием! Это очень вкусно!